Мы имеем, как я сказал, две вот такие баночки и сейчас нам понадобится их раскромсать. А кромсать нам нужно будет два донышка. Хотел бы я это сделать, конечно, ножницами, но у меня подходящих, к сожалению, нет. Поэтому будем резать аккуратно ножом. Повторяю, аккуратно ножом. Спустя 10 минут страданий я отпилил два донышка. Далее мы уже будем подгонять по размеру и ровно обрезать. И чуть попозже я покажу, что это будет. А в первую очередь сейчас нам нужно будет сделать отверстие в одном из донышек, как в центральном, так и вокруг. И все-таки я, наверное, сейчас схожу за хорошими ножницами и вернемся. Далее мои действия, я думаю, максимально будут простыми. Я притащил ножницы. Ввести вот сейчас примерно по данной разметочке мне нужно отрезать. Но зато заточатся ножницы, кстати. Здесь я отрежу чуть-чуть поменьше. Примерно готово. Осталось только немножечко выровнять края на наждачной бумаге. Немножечко торцуем. Теперь нам все-таки их нужно как-то вместе совместить. И нужно в одном месте просто сделать небольшой надрез. Мне удалось это вот так вот друг дружку вставить. Теперь более-менее нужно выровнять. Пока предварительно сделал вот такое отверстие, немного его расширил. И сейчас начну делать отверстие с помощью такого вот острого надпиля, вот так по кругу. Закончил отверстие, собственно, собираем. Вот так все это выглядит у нас. Я решил пока дальше не ломать. Посмотрим. Это у меня начала рваться она, эта крышка. Сейчас соберем так, попробуем запустить. Если запустится, то можно будет считать, что уже готово. Либо переделаем, пойдем найдем еще одну баночку и переделаем. Сейчас попробуем. В чем, собственно, логика, на которую в теории можно поставить кружку и вскипятить ее. Я буду работать с таким вот спиртом техническим. Буквально немного мы туда его капнем. Если у нас она запустится, то можно будет сделать сейчас получше. Вот так вот она горит в темноте, но через сопло она, естественно, у нас не горит. Мы сейчас ее немного переделаем все-таки. Я переделаю полностью новую крышку и сейчас вернусь и покажу. Но самое, наверное, крутое, то что спирт практически не потушить ветром. Он еще сильнее разгорается. Очень хорошая спиртовка получается. Я все же решил сделать более-менее симпатично. Готовил новую баночку. Сейчас я ее отрежу. Как и сказал, подрезали все. Сейчас я немножечко снова пройду шкуркой, чтобы убрать вот эти заусенцы. Все, она уже у нас замечательно села. Что, можно испытывать? Опять берем спирт, несколько капель. Очередное испытание. Главное, чтобы не бахнуло. Все. Наша конфорочка горит. Пропробуем еще раз. Да, нужно было слегка расширить отверстие, потому что не было хорошей тяги. Сейчас прогреется и будет гореть. Все, готово. Прогрелось. Классная спиртовка получается. И сделать можно буквально за 5-10 минут. Как и говорил, что не сдуешь. Продолжение следует. МыAL. Продолжение следует...